В Нижнем Тагиле прошли шестые апархиальные знаменские образовательные чтения. Городской просветительский образовательный форум состоялся по благословению епископа Нижне-Тагильского и Невьянского Евгения в рамках предварительного этапа 28-х международных рождественских образовательных чтений. В форуме приняли участие представители епархии и городского родительского комитета, преподаватели и руководители средних общеобразовательных школ, учащиеся старших классов, студенты средних, специальных и высших учебных заведений, а также гости из 14 других муниципальных образований, входящих в Нижне-Тагильскую епархию. Приняли участие в форуме и гости из Екатеринбургской епархии. Сегодняшняя встреча была, конечно, под большим у нас вопросом, потому что буквально в середине, в начале этой недели, отец Андреевский, решение, мы пропали, беда, что такое? Да вот, говорит, отца Игоря Борченко, унесло, что, ну, физку не может рваться, отец Евгений совершает крещальную литургию, которую не может отменить, и всё же пропало. Ну, видите, кто-то помолился, и ничего не пропало, у нас такая замечательная встреча, спасибо отец Евгений за это же знание, кто помолился. Отец Андреевский скромный человек, он так любит, нравится. Спасибо большое. Собрание включало в себя пленарное заседание и секции отделов Нижне-Тагильской епархии. Одним из основных мероприятий репархиальных знаменских чтений стал форум приходских общин. В этих храмах, почти во всех есть в Москве приходской, но в этих храмах приходской консультированной ежедневно. То есть сами прихожане установили, то есть раз их много, примерно раз, то есть один день они тратят на храм. То есть кто-то, целой семьёй или двоём-троём, они тратят на храм. То есть это их десяти на храм. Они в своё время приходят и целый день проводят в храме, чтобы встречать тех, кто заходит. Заходит один-два иногда, но люди дежурят, молятся и помогают друг другу. Специально приглашённые на мероприятие эксперты обсуждали между собой тему свободы и ответственности молодёжи. В формате живой беседы каждый участник знаменских чтений смог услышать ответы на интересующие его вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok